Всем привет! Вы на канале Евроферма. Сегодня хотелось бы немножко поговорить о паении кроликов. Я в прошлых видео уже показывал, рассказывал, что у меня ниппельное паение. Видите вы его за моей спиной. Но сейчас возникла одна проблема, которую я буду решать в данном видеоролике. Давайте посмотрим, что случилось. Итак, если ниппельное паение работает, то все происходит вот так. Вот так нажимаешь и течет вода. Но вот в данных клетках возникла проблема. Видите, забились ниппели. Вода не течет. Я грешу на то, что вот здесь трубки забились. И нужно их снимать и чистить. В данный момент я уже убрал ведро. Обычно ведро у меня вот там сверху находится. Я его убрал. Сейчас буду снимать все трубки. Полностью их отцеплять. Вот эти хомуты снимать. Трубки буду все прочищать. Где-то, где трубки кролики, может быть, погрызли немножко. Где трубки коротковаты. Я их буду менять на новые. Итак, сейчас все покажу. Эту систему ниппельного паения мы делали около шести или даже семи лет назад. Только иногда снимали ниппели, прочищали. Но сейчас пришла пора все полностью очистить. Я сейчас буду снимать хомутики, которыми крепятся трубки к клеткам. Потом буду греть строительным феном. Подготовил строительный фен. Буду греть вот эти вот места, чтобы легко снять трубки. Потом буду их подогревать, чтобы все установить. Полностью все трубки я отцепил. Сейчас главное их не перепутать. На пол положу сейчас всю эту систему. Буду разъединять. Понемножку прочищать, промывать. А потом буду заново соединять и подключать. Так, процесс очистки идет. Все в полном порядке. Я выработал такую технику. Беру вот такую вот проволоку. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такую проволоку. Просовываю ее в трубочку. Цепляю маленькую тряпочку. И тяну обратно. В принципе, все получается. Как вы видите, все чистое. Ну вот прошло некоторое время. Установил я трубочки обратно. Так же, как они были ранее закреплены. Вот на хомутики пластиковые. Они же стяжки. Все в полном порядке. Все работает. Трубочки чистые. Вода течет. Сейчас я вам покажу. Вот так вот отсюда. Видите, все течет. То есть, вот с этими клетками теперь все в полном порядке. Я теперь хочу переместиться к клеткам вот этим. Видите, здесь трубки зеленые. Прозрачные у меня трубочки. Говорят, что в черных может и не быть. Такой зелени. Но ничего страшного. Почистим. Раз в несколько лет можно этой работой заняться. Но вот в этих клетках. Сейчас я вам их покажу издалека. В этих клетках я хочу применить другую методику. Не так, как я делал немножко раньше. Не буду снимать все трубки. Не буду их укладывать на пол. Я сделаю так. Я отцеплю вот эти, вот эти хомуты. Например, вот этот вот тройник отцеплю. Хотя нет. Вот этот, наверное, как раз оставлю. Буду разъединять вот эти вот тройники. Вот эти тройники. Буду немножко нагревать феном. Разъединять вот в этих местах. Снимать сами ниппели. И прочищать. Уже вот так буду прочищать. Чтобы все не снимать. Чтобы не путаться. Я думаю, это будет побыстрее. Сейчас я вам это покажу. Как буду делать. Ну и надеюсь, что все получится. И будут трубки чистые. И будут кролики довольны. Давайте смотреть, что получится. Пошел процесс очистки трубочек. Видите, вот так вот я их оцепил. Где тройники. И все. Вот это уже чистое. Так как снимать не очень удобно этот процесс. Сейчас я вам покажу. Вот такая трубочка. Здесь ниппель я убрал. Здесь тройник убрал. Просунул проволочку. Прицепил к ней тряпочку. Видите, там сколько зелени. Сейчас я буду тянуть. Не очень удобно. И снимать. И выполнять процесс очистки. Ну, в общем-то, все выглядит вот так. Вот так вот идет трубочка. Вот так вот все чистится. Все. Все трубочки я прочистил. Сейчас уже подключаю ниппели обратно. Видите, трубки абсолютно чистые. Здесь еще у меня отключено. Здесь еще тоже ниппель не подключил. Но это уже все быстро. Сейчас я все это доделаю. Покажу вам, как начнет все работать. Ну и в принципе будет радость. И будет счастье моим кроликам. А вот теперь все точно готово. Видите, как было. Были грязные, зеленые трубочки. Вода плохо шла через них. Сейчас они абсолютно прозрачные. Как новые. Я в прошлом году думал, что вообще нужно эти трубочки уже просто брать, выбрасывать. Покупать новые. Но смысла особо нет. На одной клетке я менял. Все равно в них зелень появляется. Если есть возможность у вас, то проэкспериментируйте. Кстати, наверное, мне тоже можно проэкспериментировать. Купить черные трубочки. Где-то на пару клеток сделать черные трубочки. И через какое-то время посмотреть. Все-таки интересно, будет ли в них зелень. Тоже я их прочищу и посмотрю. Так что ставьте лайки, если вам интересен этот эксперимент. Прозрачная трубочка против черной трубочки. Что получится, посмотрим. Ну, а сейчас, в принципе, все. Я на всех своих клетках почистил трубочки. Вот здесь тоже. Видите, все в полном порядке. Вода течет. Кролики радуются. Даже вот такие вот большие кролики тоже радуются. Ну, и на этом все. Завершена работа по очистке системы паения кроликов. Сейчас у нас достаточно жарко. Поэтому нужно много воды кроликам. Поэтому я так активно взялся очищать трубочки. Чтобы вода поступала. Чтобы кролики пили, росли. Чувствовали себя хорошо. Работа завершена. Очистил я все. Вот первые клетки, которые я вам показывал в самом начале этого видео. Когда я трубочки все снимал. Заняло у меня по времени, наверное, часа полтора. Девять клеток. Достаточно долго, согласен. Последнюю, которую я вам только что показывал. Где я трубочки не снимал. Наверное, минут сорок. Ну, с небольшими перерывами. Ну, да. Наверное, минут сорок где-то у меня это заняло. Я думаю, что это, в принципе, нормально. Параллельно я делаю еще другие дела. Нормально. В принципе, все клетки очистил. Все замечательно. Если у вас есть какие-то вопросы по системе паения. Кстати, вот такие ниппели, как у меня. Сейчас их почему-то уже нет в продаже. Сейчас более другие, усовершенствованные. Я наверняка куплю парочку, посмотрю. Поэкспериментирую. Как они, что с ними будет. Потому что вот эти самые первые я покупал самым первым. Которые у меня уже очень давно. Сейчас я вспомню. Им уже около 8 лет, наверное. В принципе, с ними все хорошо. Ну, и на этом все. Видео завершается. Меня зовут Алексей. Это канал Евроферма. Все о кроликах, о домашнем хозяйстве. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Под этим видео я обязательно на них отвечу. Если у вас есть какие-то пожелания, что можно снять, какие видеоролики вам будут интересны, тоже пишите. Не все сразу извиняюсь, что многие у меня просили какие-то видео, но немножко не хватает времени. В очереди у меня эти темы стоят, поэтому обязательно все будет. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok